Так, ну что, дальше два вопроса на одну тему. Спрашивает меня Дмитрий Шемякин. Как себя мотивировать, если все потребности удовлетворены? Вера Мазаева. Как можно искусственно создать себе дефицит, о котором вы пишете в красной таблетке, и какой дефицит максимально эффективен для достижения цели? Ну, во-первых, Дмитрию я должен сказать, что он немножко пока неправильно, как мне кажется. Понимает слово потребность. Действительно, мы сейчас живем в очень странном мире. Значительное количество людей вроде бы должны в принципе быть невероятно счастливы, потому что у них вроде бы все есть. Жизнь комфортная, удобная, все отлажено, налажено. На охоту бегать не надо. Врачи есть, я не знаю, воспитатели, учителя развлекаются, значит, и так далее. Все потребности воды бы удовлетворены. Вторая половина есть. Но если человек меня спрашивает, то, вероятно, он испытывает какой-то дискомфорт, потому что если бы все потребности были удовлетворены, то он бы пассивно находился бы в состоянии такого счастливого дзын-дзын. На самом деле, это иллюзия, наши потребности никогда не могут быть удовлетворены. Поскольку наш мозг такая хитрая штука, там все время есть конкуренция между движением к удовлетворению потребностей и то, что способно нас удовлетворить. То есть, если мы изначально, например, получили удовольствие от того, что мы поняли какие-нибудь, например, интересные штуки из тем, например, о мозге, то потом нас такие же штуки уже не устроят. Нам нужно будет что-то более мощное, более интенсивное. Точно так же, как с работой. Вот, когда вы приходите делать какой-то проект, сначала небольшой, вам кажется, что это невероятно круто, и вас это подстегивает. Потом, когда вам дают такой же проект, это перестает вас уже мотивировать. Количество дофамина, которое выделяется, не так велико, как было в прошлый раз в ожидании результата. Природа специально так сделала, чтобы не оставались на месте. Наши потребности не могут быть удовлетворены. Психическая энергия постоянно вырабатывается клетками ретикулярной формации, специальные такие клетки стволя нашего мозга, которые производят психическую активность. И эта психическая активность попадает в подкорковую область, где существуют десятки самых разных ядер, это глигации нервных клеток, которые отвечают за разный такой функционал. И все они так или иначе в конечном счете отвечают за чувство тревоги, за любопытство, за сексуальное желание, за желание восхищения, за социальную нашу вовлеченность, желание продукции, желание, наоборот, кем повелевать и так далее. Поэтому если у вас формально закрыты все потребности, вы не бедствуете, жизнь налажена и так далее. Это не значит, что ваши действительные потребности удовлетворены, они все равно постоянно будут производиться вовне. И если вы не предприняете ничего, то то, чем вы уже обладаете, будет не терять для вас ценность. Будете думать, что работа хорошая, да скучная, жена или муж хорошие-хорошие, но что-то уныло, там все вроде бы есть, а счастья нет. Почему это происходит? Вот по той же самой причине, потому что наши потребности не могут удовлетвориться. Тем больше не удовлетвориться, тем больше они просят дальше. И здесь вопрос уже нашей местности за то, чтобы регулировать эти процессы, осознавать эти процессы. Поэтому то, что касается потребностей, это вещь чрезвычайно такая тонкая, и с ней надо разбираться. И, соответственно, я отвечаю здесь вере, когда меня спрашивают про дефицит. Действительно, мы все нуждаемся с вами. У нас есть такой внутренний дефицит, мы его просто не осознаем. Опять же, если бы, я подчеркиваю, если вы действительно все ваши внутренние потребности закрыли, что невозможно, потому что биология, мозг, его физиология, его механика, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Да, вы можете наесться сейчас и получить ощущение удовольствия сейчас, но это не значит, что через паузу вы не проголодаетесь. Вы можете удовлетворить потребность сейчас, вы можете добиться результата сейчас, но это совершенно не значит, что на этом мозг душенька успокоится. Она не успокоится, наоборот, она в следующий раз будет требовать большего. Как в этой сказке. Царевну лягушку-то, она там один, сделайте сначала хлеб спеките, потом рубашку шейте, потом на праздник придите. Понимаете, Иван, понимаете, опупел и шкуру жжет. Все хочется всегда больше. Надо просто осознавать, надо найти истинные движущие силы в себе. А для этого нужна рефлексия, для этого нужно осознание. Проблема современного мира, что мы боимся заглядывать сами в себя. Это чего? То есть заглядываем, а там черт знает что. И никто же инструкции не дает, как себе туда заглядывать, чтобы, во-первых, что-то увидеть, а не какие-то свои иллюзии. Во-вторых, что с этим делать? Поэтому я предлагаю системно изучать самих себя. В конечном счете, это то главное, чем вы обладаете в этой жизни. И это главное нужно уметь правильно использовать. Для этого нужны знания, для этого нужна практика. Именно таким мы и сделали курс КТ онлайн.